Добрый вечер, в эфире Вести, Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. В республике увеличилось число долгожителей, отпраздновавших вековой юбилей. Сто лет исполнилось ветерану войны заслуженному юристу Крачево-Черкесии Наталье Нарожней. Свой юбилей Наталья Федоровна встречает на даче вдали от городской суеты в хуторе Зеленчук-Мостовой. В день рождения ее поздравили представители Минюста и Совета ветеранов республики. Подробности у Али Баташева. Орден Великой Отечественной войны второй степени, медаль за боевые заслуги и другие награды напоминают о боевом прошлом. 19-летняя Наталья Нарожняя вступила в ряды Красной армии в 1942 году. Служила в 78-й Веслинской стрелковой дивизии в отделе СМЕРШа. Занималась комплектацией боевых отрядов, помогала бойцам, бежавшим из плена, вышедшим из окружения. В мае 1945 года сражалась с бендеровцами на территории Украины и Польши. Сейчас история повторяется, и российская армия вновь одержит победу, уверена Наталья Федоровна. Наша Россия прямым путем идет за демократию, за народ, не только наш народ, наш российский, за народ, настоящий народ мира. Одно из самых трогательных воспоминаний ветерана по окончании войны – это предложение руки и сердца со стороны боевых товарищей. Четыре солдата, дело контрразведки, контрразведчики, подошли ко мне, с троем встали. «Наташа, мы тебя любим, все мы холостые, выбирай, каждый для себя берег тебя». Я посмотрела на них, слезы на глаза нам вернулись и сказала, ребята, простите меня. Кавалерам пришлось отказать и вернуться к родителям. Свою семью она создаст позже. Наталья Нарожняя получила юридическое образование. Работала в должностях нотариуса, народного судьи в Ставропольском крае в нашей республике. В октябре 1995 года ей было присвоено звание «Заслуженный юрист Карачаева-Черкесии». Министерство юстиции республики преподнесло в дар коллеге холодильник, цветы и теплые слова поздравлений. Безумно благодарны, что у нас есть такой наставник в вашем лице, что у нас есть такой ветеран, такой пример органам юстиции, как вы. Конечно, для нас большая честь приезжать, поздравлять вас. Спасибо вам, что вы у нас есть. Ветеранов день юбилея по традиции поздравили близкие и представители Совета ветеранов республики. Видите, какие поздравления? Они меня воодушевляют, они мною двигаются дальше, все дальше и дальше. А теперь, думаю, летом в огород залезу. Там здоровье подчеркну. «У нее не бывает свободного времени. Она все время судоками занимается. Судоки, судоки. Сейчас на ночь я просыпаюсь, у нее свет горит. Мам, почему ты не спишь? Не получается. Вот сейчас, подожди, вот тут не сходится. Она пятую категорию только так решает. А еще она вяжет понемножку салфеточки. Но сейчас у нее не так нету. Она вязанием занимается». Сейчас в семье Натальи Федоровны три сына, дочь, семеро внуков и семнадцать правнуков. А еще она очень любит своих домашних питомцев. Кота Рыжика и щенка Сертана. Секрет долголетия в отношении к жизни. Заботиться о близких, избегать ссор и быть преданным своему делу, считает юбиляр. «Счастливая старость в окружении любящих людей – это награда за прожитые годы. Буду ждать вас на 105-летний юбилей. А там посмотрим», – заявила Наталья Федоровна, провожая гостей. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков. Вести Крачева, Черкесия. Краснодарский край. В рамках празднования Дня Героя Отечества в наших информационных выпусках мы рассказываем о славных сынах России, которые ценой собственной жизни защищали Родину и приближали День Великой Победы. Герой Советского Союза легендарный командир 121-го партизанского отряда Османка Мусавич Касаев навсегда вписал свое имя в богатую историю нашей страны. Его героические подвиги помнят по сей день не только в России, но и за ее пределами. О героическом пути советского партизана подробнее расскажет Альхан Лепшоков. Уроженец Аула Хурзук, герой Советского Союза Осман Мусавич Касаев, вел партизанскую войну против фашистских захватчиков Белоруссии. В сложные годы Великой Отечественной войны Осман Мусавич показал себя грамотным командиром. В 1940-м он руководил артиллерией 383-го стрелкового полка, 121-й стрелковой дивизии Западного фронта. И в первые же дни дивизия была окружена гитлеровскими войсками. Немногим удалось вырваться из окружения, и в их числе Осман Касаев. По словам наших историков, Осман Мусавич вел активные партизанские действия против оккупантов, находясь в окружении, заставляя врага нести огромные потери. Как мы все знаем, первые годы, первые месяцы войны, они были очень сложными для Советского Союза, для Красной Армии. Приходилось отступать, нести большие потери. Миллионы советских солдат оказались в окружении. И вот один из тех, кто оказался в окружении, был и Осман Касаев. Но, тем не менее, он смог пробиться из окружения, выйти из окружения. И в белорусских лесах он смог создать небольшую свою группу, с которой начал бороться против оккупантов. Около года он был в отряде партизанского вожака Абрамова, ну а потом уже он был комиссаром в этом отряде. В июле сече 1942 года Осман Касаев был избран командиром партизанского отряда, которому был присвоен номер 121-й. Его отряд провел множество важных операций. Был разгромлен гитлеровский кавалерийский эскадрон, уничтожены вражеские гарнизоны в ряде населенных пунктов Могилевского и Беличинского районов Белоруссии. И по сей день в Могилевской области сохранена память о героических подвигах партизанского отряда Османа Касаева. И в частности, в областном краеведческом музее сохранились экспонаты, посвященные партизанскому движению. К концу 1943 года в отряде Османа Мусаевича уже было свыше 1200 человек. Как мы все знаем, Белоруссия, Украина, как западные территории Советского Союза, они были оккупированы около трех лет. Поэтому в течение практически всего этого периода Осман во главе своего отряда, он мужественно боролся с оккупантами. Десятки бронетехники, единицы бронетехники, сотни тысяч фашистов были уничтожены его отрядом. Всего в феврале 1944 года 121 полк Касаева провел 70 боев, уничтожил свыше тысячи гитлеровцев, подорвал 33 эшелона с техникой, боеприпасами и живой силой противника. 17 февраля 1944 года при переходе между населенными пунктами в Березинском районе на колонну партизан налетели фашистские самолеты. Осман Касаев схватил свой ручной пулемет и с колена дал ряд очередей по самолету. И в эту минуту фашисты сбросили ряд мелких бомб. Храбрый Осман Касаев получил тяжелое ранение. 18 февраля 1944 года скончался. Он был отмечен орденами Ленина Красного Знамени Отечественной войны. В 1965 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Османа Касаева носят улицы в Карачаево-Черкесии, в Белоруссии есть деревня Османа Касаева. Проходят годы, но имя славного героя остается навсегда в памяти и в истории нашей страны. Алих Алипшоков, Алиб Астана, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии Температура ночью минус 5,7, а днем 0,2. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом всего от 4680 рублей. Лучший момент сейчас. КАЗ. 585 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Продолжаем выпуск. Весной следующего года в Черкесске будет полностью благоустроен парк около городского дворца культуры. С наступлением тепла планируют сделать территорию действительно зеленой зоной. Об этом заявили в мэрии региональной столицы. По аллеям парка прогулялся наш корреспондент Артур Мхце. Несколько лет назад в этом парке Черкеска можно было потеряться. Так называемая зеленая зона около городского дворца культуры больше походила на заброшенный лесной массив. К благоустройству сквера власти региональной столицы приступили после реконструкции самого учреждения культуры. При этом был проведен опрос населения. В проекте постарались учесть пожелания горожан. В рамках благоустройства были установлены дополнительные пешеходные дорожки с плиточным покрытием, возведен общественный туалет, установлено 40 фонарей освещения дополнительных, а также установлены мусорные урны в количестве 15 штук. Весной следующего года мы планируем заняться озеленением данной территории. Будет завезен чернозем, посажен зеленый газон и планируем посадить около 100 деревьев. Уже имеющиеся удобства не могут не радовать. То, о чем раньше горожане и не мечтали, теперь стало явью. В летний период здесь настоящий оазис. Рядом с работающим фонтаном созданы условия, чтобы позагорать на солнышке. По близости территория для улучшения физической формы и детская игровая зона. Теперь это место массового посещения людей необходимо защитить от вандалов. О том, что это действительно нужно, напомнили эксперты регионального народного фронта. Нынешней весной они вместе с полицейскими и активистами посадили в парке 50 кленов. Ну, на сегодняшний день осталось, вот мы насчитали сейчас их 19 штук осталось всего лишь. И вот, ну вот, это тоже из остатков. Вот такой вот молоденький клен, который наверняка хотел жить не меньше, чем мы с вами. Деревья служат для того, чтобы защищать нас. Они дают нам кислород, это наша защита. И в год экологии, ну, тем более это кощунственно выглядит, что вот где-то здесь мы обнаружили в один из прекрасных, в кавычках, дней следы от тяжелой техники и подавленные, поломанные саженцы. По словам представителей мэрии Черкеска, чтобы сохранить создаваемую красоту, в парке до конца года планируется установить несколько камер видеонаблюдения. Это позволит следить за происходящим в режиме реального времени. Вот уже три месяца, как в российских школах, учебный день начинается с поднятия флага исполнения гимна. В Карачао-Черкесии каждую неделю проходят торжественные линейки с участием школьников и преподавателей, на которых учащиеся обсуждают важные темы из героической истории России. В восьмой школе Черкеска побывала наша съемочная группа о доброй патриотической традиции Мадина Каракетова. В понедельник каждой недели в восьмой школе Черкеска день особенно волнительный и торжественный. Здесь стала традицией начинать неделю с патриотической акции – поднятия государственного флага. Лучшие ученики недели под гимн страны, исполняемые учащимися в восьмой школе, выполняют эту важную миссию. Затем звучит гимн Карачао-Черкесии. Далее разговор о важном. Тема сегодняшнего дня – символика Российской Федерации. Директор школы Азамат Гогов рассказывает учащихся об истории флага, герба и гимна великой страны. Сейчас такое время, когда надо поистине проявлять патриотизм и любовь к своей стране. Дети с каждым днем все больше и больше проникаются любовью к своей стране. Говорят на линейке не только о государственной символике и славной истории России. Говорят о нравственности, морали, канонах воспитания и этике. Долги перед Отечеством. Особенно это актуально в настоящее время, когда идет процесс глобализации, усиливается давление Запада на все слои сферы российского общества, считает директор восьмой школы Азамат Гогов. Патриотизм в первую очередь – нравственный и политический принцип. Это любовь к Отечеству, готовность подчинить свои интересы интересам государства. Это также стало темой разговора о важном на этой неделе. В торжественной патриотической линейке учащиеся школы готовятся с усердием, разрабатывают заданные темы, готовят доклады, читают стихотворения. Значит, Родина моя, ты спросишь, я отвечу. Сначала тропочкой земля бежит тебе навстречу, потом тебя поманит сад душистой веткой каждый, потом увидишь стройный ряд домов многоэтажных, потом пшеничные поля от края и до края. Все это Родина твоя, земля твоя родная. Чем станешь старше и сильней, тем больше пред тобою. Она заманчивых путей доверчиво раскроет. Учащиеся признаются, что патриотическая линейка и разговор о важном – это очень увлекательно и познавательно. Они узнают что-то новое, интересное и полезное. Часто в рамках патриотического воспитания в восьмой школе проводят классные часы, на которых просматривают документальные фильмы, посвященные истории страны, обсуждают происходящие процессы, анализируют, дают оценку, рассуждают о путях решения той или иной социальной или политической ситуации. Детям это очень нравится. И у них, я замечаю, вот у меня пятый класс, пятый Б, и вот они очень любят, когда мы говорим о истории, именно о истории России, что происходило, что есть, что будет, свои какие-то они мысли выражают. В современность, когда такие явления, как русофобия, антипатриотизм и лжепатриотизм стали довольно частыми явлениями, когда искажается история нашей страны, обесценивается ее роль в борьбе с фашизмом, ставится под сомнение вся история Великой России, хочется верить, что эти дети вырастут настоящими патриотами своей страны. Президент России Владимир Путин в одном выступлении сказал, что, утратив патриотизм и связанные с ним гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения. И, возможно, кто-то, стоящий сегодня на этой линейке, крепко сжимая в ручонках российский флаг, завтра впишет свое имя в великую историю великой страны. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести, прямо сейчас смотрите «Тайны следствия». Редактор субтитров А.Семкин